Ну и сейчас все подробности нам уже расскажет начальник управления инвестиционной политики департамента инвестиций развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Рашид Кудаев. Рашид Эдуардович, здравствуйте. Краснодарский край уже очень уверенно второй год подряд занимает седьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Как нам удается удерживать эти очень хорошие позиции? Спасибо. За что? За оценку еще раз. Вы знаете, это большая работа, на самом деле на всех уровнях проводимая, начиная с федерального, заканчивая муниципальным. И команда нового губернатора очень активно в этой сфере трудится, потому что установка была четкая, надо обеспечить лучшие условия для инвесторов Российской Федерации. Ну, глава об этом на форуме говорил, сам могу только чуть-чуть более распространенно сказать о том, что у нас создан был Институт инвестиционных уполномоченных. Теперь в каждом муниципальном образовании есть замглавы, ответственные за инвестиционное развитие, за привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционного проекта. Есть соответствующий рейтинг муниципальных образований. А это позволяет более качественно выявлять все тонкости, естественно? Всегда должен быть ответственно отвечающий человек. Позволяет более качественно делать работу методика, методология. Вот это то, чем мы муниципальным образованием нашим помогаем. Мы постоянно встречаемся, постоянно обмениваемся опытом, выслушиваем, какие проблемы есть на уровне муниципальном, стараемся найти подходящие решения, ищем лучшие практики у муниципальных образований и стараемся их привить и другим коллегам. Поэтому это такая большая работа на местах, потому что вся самая сложная работа с инвестором проводится на земле, на муниципальном уровне. В этом году привезли соглашение еще на сумму более 4 миллиардов рублей. Давайте так вкратце, что это за соглашение? Это интересное соглашение. Было подписано три соглашения о сотрудничестве и четыре протокола о намерениях. Из соглашения о сотрудничестве выделю подписанное с ДГА Девелопмент. Это дочка швейцарской группы ДГА Групп, которая занимается по всему миру развитием индустриальных парков. В России у этой компании 8 индустриальных парков под управлением. Они привлекли 1,4 миллиарда евро инвестиций в Российскую Федерацию. А где очень важно в России у них парки? Это Ульяновская, Тамбовская область, Московская область. Это серьезные промышленные регионы и промышленные парки, которые составляют точки роста для экономики региона. У нас тоже активно это все развивается. В первую очередь восточно-промышленная зона Краснодара. Мы надеемся, с учетом опыта ДГА Девелопмент, ДГА Групп, привлечь можно больше крупных и средних иностранных инвесторов на территории Краснодарского края. Хорошо, это первое соглашение. Да, это первое. Интересное соглашение о строительстве гольф-клуба в городе Геленджике. Восьмилуночное гольф-поле, объем инвестиций более 2 миллиардов рублей, 150 рабочих мест. Это такое первое серьезное гольф-клуб, гольф-пространство на юге России, хотя наш край, наверное, лучшее место в России. Для любого случая, это сложный бизнес. Это сложный бизнес, но это очень интересно. Это бизнес, привлекающий людей со всего мира. Это такой очередной трактор, магнит для нашего региона. 9 месяцев по погоде можно спокойно играть в Краснодарском крае. Странно, что до этого еще инвесторы не обратили внимания на такой благодатный край. Но мы уверены, что проект реализуется и к нам потянутся любители гольфа со всего мира. Интересный проект в Мостовском районе, КВС. Это строительство завода по производству семян. Объем инвестиций 25 миллиардов в евро. Это более полутора миллиардов рублей. Очень серьезный проект, крупнейшая немецкая компания, занимающаяся производством семян кукурузы. Тоже такой серьезный проект на уровне региональном, муниципальном, федеральном. А вот еще мы презентовали новый товарный знак, сделанный на Кубани. Как это, как вам кажется, скажется еще дополнительно на инвестиционной привлекательности нашего края? Более подробно мы об этом говорить будем через час, но вот так вкратце. Давайте затронем. Безусловно, скажется, потому что это дополнительные преференции для производителей товаров на Кубани. Это дополнительно их продвижение на территории Российской Федерации за пределами. Это то, что позволяет лучше продавать продукты. Знак качества – это доверие покупателей. Оно вот так сформировано. Есть доверие покупателей к кубанским овощам, фруктам, кубанским продуктам. Но если это как-то обозначить знаком, конечно, этот знак несет дополнительную ценность, которая выражается в дополнительной прибыли для предпринимателей. Соответственно, им выгодно размещать производство на Кубани и производить кубанский продукт, если это бренд, известный во всей России и в мире. И какие еще аспекты, как вам кажется, необходимо доработать, чтобы наш рейтинг в 20-тке инвестиционно-привлекательных регионах стал еще выше? Много направлений, нет предела совершенства. Сейчас Край активно работает вместе с Агентством стратегических инициатив для продвижения новых проектов как раз в рамках целевых моделей. То есть есть усредненные значения по всей России, абсолютно по всем параметрам. В том числе административное давление, контрольно-надзорная деятельность, дальнейшая работа с нашими ресурсоснабжающими организациями по облегчению процедуры подключения к сетям инженерным. То есть мы, конечно же, хотим снимать абсолютно всю нагрузку с бизнеса административную, чтобы меньше было согласований, все это проходило быстрее. И тут непочатый край работы, надо этим заниматься, в том числе с федеральными органами смертной власти и так далее. То есть работы много, мы знаем, что делать, нам только время, желание, это есть. Ну и слава богу. Спасибо вам большое. С нами был начальник управления инвестиционной политики департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Рашид Кудаев. Через час обсудим новый бренд, сделанный на Кубани подробнее. Ждем в гости повара, который на форме почивал гостей. Спросим, чем кормили в инвестиционном ресторане, и как это влияло на подписание соглашений.